В Думу обратилось региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. По мнению общественников, в генеральном плане содержатся пункты, противоречащие федеральному законодательству. К этому генплану действительно предложен чертеж обременения. На этом чертеже, не в полном объеме, правда, но показаны границы и режимы действующих зон охраны 1991 года. Но не показаны границы и режимы локальных зон охраны, которые были приняты после 1991 года. Это порядка 50 постановлений администрации Тверской области. С такими выводами не согласен городской департамент архитектуры и градостроительства. По словам главного архитектора города, границы всех охраняемых государством участков Твери согласовывались и с региональным, и с федеральным министерствами культуры. Мы это делаем, я повторяю, у нас уже слов не хватает, мы это делаем всеми силами и всеми законами. Прокуратура смотрела, главное управление смотрела, областная администрация смотрела. Прежде чем принять решение, депутаты предпочли услышать компетентное мнение. Общественникам рекомендовали обратиться с официальным запросом в правоохранительные органы. Есть градостроительный кодекс и масса документов, в рамках которого необходимо обжаловать и ставить вопрос в суде или перед этими вещами. После того, как свое мнение выскажут правоохранительные органы, комитет по градостроительству вынесет проект решения на пленарное заседание городского парламента. В рамках данного документа... Продолжение следует...